С 23 по 25 июня в монгольском Ланбаторе пройдет очередной турнир отбор к Олимпийским играм в Париже. Монгольский большой шлем соберет более 300 атлетов из разных стран мира. Сегодня мы и посмотрим на главных фаворитов в борьбе за медаль на турнире. Напоминаю, что специально для подписчиков JudoArt международная федерация Judo сделала промокод на скидку 15% на премиум подписку JudoTV. В описании будет вся информация, переходите и ознакомливайтесь. Первый фаворит в категории до 60 килограммов это Нагаяма Рюджу. Японец очень нестабильно выступает последние года, как на мировой арене, так и на внутренней. Но все мы знаем, что Нагаяма один из тех самых королей Грэнслэмов и я думаю, что он будет на педестале турнира. Кореец Лиха Рим очень прибавил за последнее время. Ему удалось выиграть бронзу на чемпионате мира в Дохе, победив на Ухису Токато, а также стать чемпионом Мастерс, победив Нагаяму. Очень на хорошей волне кореец подходит к данному турниру. Французский янгстер-технарь Ромэйн Володье Пикар в этом году ему удалось выиграть Грэнпри в Австрии и я думаю, что он может стать темной лошадкой и на этом турнире в Улан-Баторе. Самый высокорейтинговый дзюды из категории Янг Юнг Уэй. Представитель Тайваня также немного потерял свой ход по сравнению с предыдущими годами, но мы знаем, на что он способен и я думаю, что в тройку он может уверенно зайти. Категорию до 66 килограммов открывает сильнейший монгольский дзюдоист Йон Дон Пэрэнли. В этом году ему второй раз в карьере удалось стать бронзовым призером чемпионата мира, а также выиграть парочку наград с турниров мировой серии, поэтому родные стены ему точно помогут в завоевании наград. И сразу же еще один представитель Монголии Баток Тох. В этом году также неплохо выступает, ему удалось выйти в два финала соревнований в этом году и взять два серебра, а также отметиться победой над Денисом Вьеру. Домашние стены могут помочь ему пробиться в очередной финал. Стоит отметить возвращение Фуджисаки на международную арену. Японец стал чемпионом страны, чем и заслужил отбор в сборную. Посмотрим, что он нам покажет. Дзюдоист очень техничный и бросковый, а на своем счету имеет серебро парижского Гранд Слэма в 2021 году. Испанец Гарсиа Торне завоевал от сердца многих фанатов своим дзюдо. Ему удалось за месяц выиграть два турнира и сделать это в максимально фееричном стиле, проехавшись по всем своим соперникам. Я думаю, всем нравится такое дзюдо, я буду поддерживать испанца в Монголии. Опытнейший кореец Ан Баул. Исходя из его последних выступлений, а также учитывая возраст, можно сказать, что его время уже проходит. Часто ошибается и проигрывает, но в списке фаворитов свое место он имеет. Категорию до 73 килограммов открывает Джансай Смогулов, вице-капитан клуба Жен Ис. В описании вы найдете ссылку на клуб. Подписывайтесь и следите за дзюдоистами клуба. На домашнем шлеме в Казахстане ушел без медали, но борьбу показал довольно неплохую и подарил парочку крутых бросков. Монгольский представитель Бадзая, который в этом году может похвастаться выигранной медалью Грэн Слэм. Я думаю, на домашнем шлеме имеет очень хорошие шансы быть на пьедестале. Еще один Казах в данном весе – Даниэр Шамшаев. Чемпион Азии в этом году постепенно выходит на новый уровень и имеет в своем активе несколько медалей. Буду за него болеть и, надеюсь, в этот раз также уедет с наградой. Закрывает данный вес Кэн Ойочи. Японский любитель стрягунка и просто твердый середняк категории. Не прогнозирую ему золото, но думаю, что в тройке он может оказаться. Мать Аскасы – первый фаворит в весе до 81 килограмма. Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр. Я думаю, что он сможет зайти на пьедестал и, возможно, это будет даже первое место. Японец Кохара Кэнья – победитель Кубка Кадокан и домашнего Грэн Слэм Токио. Очень сильный физический дзюдоист с большим опытом. Конкуренция в этом весе будет высока, и я думаю, что ему будет достаточно сложно. Но его возвращение стоит отметить и добавить дзюдоистов фавориты. А Джунхван Ли наконец-то смог забраться на пьедестал чемпионата мира, и он сделал это в Дохе. Ему удалось показать феерическую борьбу, победить олимпийского чемпиона Нагаса и взять бронзу. Год назад на монгольском шлеме он стал чемпионом. Посмотрим, получится ли сейчас это достижение. Категорию до 90 килограмм открывает Гантулга. Учитывая, что турнир пройдет в родных стиле джедеиста стенах, имеет очень неплохие шансы на завоевание медали. Любимец многих Гоки Таджима. В этом году выиграл бронзу Грэнслэма, также стал чемпионом Японии и стал третьим на абсолютке, где накидал тяжиков. Надеюсь на его успех в Улан-Баторе. Чемпион мира из Сербии Неманья Майдов. Дзюдоист, который в любой момент может собраться и выйти в финал, показав хорошее дзюдо. Заслуженное место в фаворитах. Титулованный венгерский дзюдоист Кристиан Тодд. В этом году выиграл золото турнира мировой серии и сейчас он начал приходить в былые кондиции. Посмотрим на что сейчас будет способен бронзовый призер чемпионатов мира, а также Олимпийских игр в Токио. Король весовой категории до 100 кг возвращается. Аарон Вольф возвращается спустя очень долгое время отсутствия после триумфа на Олимпийских играх в Японии. Очень тяжело идет его восстановление и я не знаю в какой форме он подойдет к этому турниру, но хотелось бы, чтобы японец выиграл золотом и вернулся на стиле. Также стоит отметить и возвращение двухкратного чемпиона мира и призера Олимпийских игр Фонсеки. Хочется увидеть от него высококлассное дзюдо и мощные броски через спину. Чемпион мира Армана Дамьян также возвращается после победы на Мире в Дохе. Тяжело сказать в какой он сейчас в форме, но я вижу его одним из фаворитов. Еще один японец в весе Котаро Уиока. Молодой японец также может похвастаться парочку международных наград после дебюта в прошлом году на мировой арене. Один из самых стабильных и сильных дзюдоистов веса это Зелим Котсоев, который представляет Азербайджан. После его бронзового триумфа на мире жду его на пьедестале и в Монголии. Закрывает данный вес вице-чемпион мира из Канады Кайл Рейс. На Мире в Дохе он ушел без медали, но по классике вижу его одним из претендентов на медаль, ведь дзюдоист очень сильный. Самую тяжелую весовую категорию открывает Отто Хьога. Дзюдоист, выигравший все самые главные старты в карьере японца, снова рвется в бой на международной арене. Посмотрим, на что он способен в Монголии, но на пьедестал попасть обязан. Отху в родных стенах также может выиграть и попасть в первую тройку лучших. Финал Тасоев также стал чемпионом мира, хоть и с опозданием. Это большой прецедент в мировом дзюдо, но сейчас не об этом. Тем не менее, вижу его претендентом на первую тройку. Закрывает наше видео Ким Мин Джон, харизматичный кореец и призер чемпионатов мира. Думаю, составит здравую конкуренцию в данном весе в борьбе за медаль. Продолжение следует...